Подходит ко мне недавно бабушка, моя знакомая, и говорит Юра, а давай посмотрим, а что случилось с теми инвестициями моими, которые ты мне посоветовал? Год назад. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, надо сказать, что бабушка пришла не просто так, а на день рождения моей жены, который был недавно. День рождения, как вы понимаете, происходит ежегодно, и где-то год назад она говорит «Слушай, Юра, вот ты тут занимаешься инвестициями, и помоги-ка мне, давай, я решила, что вот сейчас ставки понижаются, год назад они действительно снижались, и уже на депозите неинтересно держать, давай-ка я их вложу, ну, часть денег в инвестиции, а ты мне посоветуешь какие?» И, ну, там, декабрь, понимаете, да, я говорю, ну, хорошо, я подумаю, давайте встретимся в январе. И вот в январе прошлого года мы с ней встретились, я ей помог инвестировать деньги. Ну, куда? Смотрите, пенсионер финансами вообще вот не хочет заниматься самостоятельно, то есть никакие акции, никакие облигации, разбираться в этом не хочет. Она говорит, мне вот типа депозита просто вложить и забыть, что можно предложить. Ну, что я предложил? Я предложил, говорю, давай в управляющую компанию. Вот. И мы с ней вложили в управляющую компанию, сейчас я объясню примерно как, в какой пропорции. А дальше, значит, ну, она там, ну, это случилось, как вы понимаете, уже ближе к концу января, значит, все там, я ей показал, что вот все, вот они инвестиции, вот все сделано. Она мне через неделю звонит, говорит, ну, что там с моими инвестициями? Я говорю, ну, вот тут выросли, значит, на 15 тысяч рублей, так сказать, там, потом, значит, еще через неделю. Вот. Я говорю, ну, что дергаться-то? Говорю, надо, это инвестиции-то, надолго, говорю, надо смотреть, но не чаще, чем раз в год. Ну, или полгода. Вот. Поэтому сейчас не имеет смысла. Ну, а потом, как вы знаете, через месяц произошло, сами знаете что. Вот. И логично совершенно, что все там пошло рушиться с фондовым рынком. И она спрашивает, ну, что, что, что там? Вот. А что там могло быть? Смотрите. Ну, давайте я расскажу про структуру портфеля, которую я ей посоветовал, ну, в самом начале. Год назад еще ничего не предвещало вот такой вот уж глобальной катастрофы, и поэтому я ей посоветовал, ну, как всем. Значит, смотрите. Вот. Большая вот такой вот пирог, как бы, да. Мы его делим ровно пополам. Половина рублевая часть будет, половина валютная часть. То есть, смотрите. Если рубль упадет, значит, валютная часть вырастет в рублях. Если рубль не упадет, значит, вырастет рублевая часть. Акции растут, все хорошо. Вот. И поэтому, да. Да. И вот это вот, и ту, и другую части уже я еще поделил, значит, на какие-то инструменты. То есть, часть в акциях, часть в облигациях. И я, честно говоря, не очень хорошо даже помнил, какие это части. Вот. Но факт остается фактом. И где-то, ну, в начале марта она, что случилось, что случилось? Я говорю, а что случилось? Вот. Если вы помните, так сказать, там начали санкции вводить и так далее, и тому подобное. И что там могло случиться, когда доллар взлетел до 80 рублей за доллар? Ну, естественно, долларовая часть резко выросла, а рублевая осталась на прежнем уровне. То есть, там, несмотря на вроде бы падение, но на самом деле там что-то даже и выросло. Ничего страшного. Я говорю, ну, смотрите, где-то тогда я сказал, давайте-ка мы все-таки увеличим часть, которая вложена в облигации, потому что, кажется, все началось, значит, кризис. И во время кризиса акции будут падать, фондовый рынок будет падать, скорее всего. Давайте переложим все в облигации. Ну, собственно говоря, мы переложили, сделали какие-то движения. Я говорю, все, больше не подходите, вот. И, ну, там, по крайней мере, до зимы следующего года, вот, через год обращайтесь. И вот она обратилась. И говорит, давай посмотрим. Ну, с одной стороны, конечно, страшно смотреть, а с другой стороны, любопытно. Вот, и я говорю, ну, давайте посмотрим, мне самому любопытно. Открываю я, она сама не может вообще туда зайти, даже в личный кабинет. Открываю я личный кабинет ее, и что-то я никак не могу понять. Смотрю, на счете, там что-то там, ну, где-то 470 тысяч рублей. А я, насколько помню, было 500 тысяч. И я такой думаю, ну, слава богу. То есть, я-то ожидал, что инвестиции должны упасть, нет, ну, в районе процентов 30 падения должно быть. То есть, это минус 150 тысяч на счете должно быть, то есть, там где-то 350 должно быть, 470. Ну, минус 30 тысяч, думаю, что-то здесь, наверное, не так. Может быть, я думаю, ошибся, может быть... Может быть, она потом решила еще 500 тысяч доложить, не помню. Вот, и, короче говоря, думаю, ладно, посмотрим сейчас детали. Вот, открываю ее, значит, это самое портфель. Там в портфеле стоит, значит, такая, ну, там, как бы инвестиции разделены на три части уже. Я не могу представить ее портфель, поэтому просто объясняю. Вот, на три части, и, значит, одна такая часть посередке жирная, значит, фонд акции. И, там, вот, конкретно ее портфель, значит, минус 52 процента. Я думаю, что-то нестыковочка. А на счете 470 тысяч, понимаете? И, а два других, значит, это самое раздела, ну, там, плюс 7 процентов и там плюс 5 процентов, понимаете, да? А тут минус 52 тысячи. Ну, так сказать, судя по всему, думаю, блин, как бы не ополовинился портфель. Вот, и я стал смотреть детали. И оказалось, что все очень даже неплохо на самом деле. Смотрите, действительно, портфель акций, вот, то вложение, которое было вложено просто в акции, он оказался всего 10 процентов от портфеля. И вот эти 10 процентов упали, ну, наполовину. Понимаете, да? То есть, та часть портфеля, которая вложена в акции, упала на 50 процентов, ополовинилась. Вот, но зато при этом, ну, там, что-то в районе 50 процентов портфеля, около 50 процентов портфеля, было вложено в фонд облигаций. И они как раз выросли на 7 процентов. Ну, а как они не вырастут, если это облигации? Вот, и следующая часть тоже очень большая, огромная. Это, насколько я понимаю, иностранные активы. Они сейчас слегка заблокированы. Вот, поэтому там они ей принадлежат, там можно отслеживать курсы, все. Но сейчас их пока нельзя продать, насколько я понимаю, потому что все заблокировано. И вот сейчас, сейчас, сейчас как раз идет речь о разблокировке. Там надо следить за... То есть, и руку держать на пульсе. Вот, та часть тоже немножечко выросла, там плюс 5 процентов. И в сумме получается, что, да, потери за год всего 30 тысяч рублей, то есть в районе, там, меньше 5 процентов, что-то около 5 процентов. Я считаю, что это очень-очень хороший результат. Это, во-первых. А, во-вторых, ну, перспективы какие? Акции, не знаю. Когда начнут расти, они сейчас на минимуме. Но есть очень хороший шанс того, что они начнут расти. Первое. Второе. Очень хороший шанс облигаций, что они начнут расти. А иностранные, так уж тем более, потому что рубль начнет падать, и доллар начнет расти. Так что перспектива очень хорошая. Я такой выдохнулся в облегчение, говорю, хорошо. Ну, давайте посмотрим на конкретно уже... Вот сейчас я зашел, вы видите, в управляющую компанию открытия, которую я ей и посоветовал вложиться. Потому что... Ну, почему я посоветовал? Потому что там управляют фондами как раз профессиональные управляющие. Управляющие с одним из них у меня было интервью с Исаковым... Исаков... Имя забыл. Вот. Очень такой симпатичный молодой человек. Управляет какими-то колоссальными деньгами. Так вот, посмотрите. Давайте я сейчас тогда вернусь немножечко на предыдущую страницу. Какие там фонды есть? Открытие облигации, открытие сбалансированной, открытие акции, открытие сбалансированной рантье, открытие еврооблигации РФ. Вот. И мы видим, что открытие еврооблигации РФ, ПАИ 0, СЧА 0 и так далее. То есть, вот они сейчас немножечко... Ну, не работают. Вот. Открытие сбалансированной рантье я сейчас немножечко расскажу. Но как бы главное это открытие акции, открытие облигаций. Вот они. И что случилось с фондом открытия акции? Ну вот мы смотрим на него сейчас, возвращаемся. Здесь самые большие вложения куда сделаны, это не так важно. Вот важна динамика стоимости портфеля. И вот смотрим, пик был когда? Октябрь 18-го. А нет, 22-й февраль. Ну да, вот он, это февраль, а мы вложились вот где-то вот здесь. Вот здесь мы вложились, ну и вы понимаете, что открытие акции упали. Почему я сказал, что не так важен состав портфеля? Дело в том, что состав портфеля, вот эти вот список акций, они как раз меняются, и это дело управляющего, менять вот этот вот состав акций, и не надо за ними следить, потому что они знают, что там с различными компаниями, значит, где там Яндекс грохнулся, например, его на дне нужно продавать, когда покупать, когда все продают, ну и так далее. То есть там ребята без истерики, они совершенно спокойно оценивают по экономическим показателям компаний и, значит, принимают решение покупать или продавать акции. Именно поэтому я советую тем, кто не разбирается в финансах, именно вот управляющую компанию. Вот, теперь следующее, давайте посмотрим, что с облигациями. А с облигациями следующее. Так, вот он, куда они вложились, и что произошло с фондом облигаций. Ну, здесь, как вы видите, уже динамика совсем другая, значит, январь, вот он вот, январь, они тут же, значит, упали, ну, потому что страх и ужас. Вот, ну, тут же они восстановились, и мы видим легкий рост. Почему легкий рост? А что будет с облигациям? Да ничего не будет с облигациям, потому что облигации – это обязательства. И, опять же, там самое главное, что надо знать, какие облигации покупать, корпоративные или государственные, например, да, государственные более надежные, корпоративные, более выгодные, более доходные, насколько они доходные, когда их покупать. И есть еще такая штука, как кривая, там, доходности, что ли, инверсия доходности сейчас наблюдается, и, значит, там надо смотреть, с какими сроками облигации надо покупать, с какими сроками погашения, то есть они будут длинные или короткие, и именно поэтому надо доверить, опять же, профессионалам, потому что они знают, где покупать. Там дело в том, что инверсия, она вот такая вот идет, то есть мы можем купить облигации, они, естественно, будут как-то, ну, расти, то есть там итог у каждой конкретной облигации известен, она будет погашена по номиналу, и мы получим гарантированный купонный доход, но при этом все зависит от того, на каком этапе мы ее купили. И вот сейчас как раз наступает такой момент, когда как раз надо покупать облигации, наверное, надо покупать там 5-10 летние, 5-10 летние облигации, то есть с погашением через 5-10 лет, почему? Потому что они сейчас должны быть, ну, ниже номинала, потому что ставка повышалась, и есть вероятность того, что ставки скоро начнут снижать, и поэтому, ну, вот там будет повышена доходность за счет роста курсовой стоимости, и опять же, поэтому, пускай этим занимаются профессионалы, они знают, когда это все делать. Вот, теперь дальше возвращаемся к фондам, значит, смотрите, есть фонд акций, которые, значит, могут сильно упасть во время спада, но при этом сильно подняться в период подъема, что очень важно, и есть фонд облигаций, которые вряд ли упадут, они будут расти, но будут расти очень-очень медленно, в отличие от акций, акции будут расти быстро. И что из них, когда покупать, неизвестно, поэтому есть счет открытия сбалансированный, в котором прямо управляющие сами и, значит, определяют, в какой пропорции покупать, какую часть фонда вложить в облигации, ну, здесь по отраслям они, вот, а какую часть фонда вложить в акции, и там есть определенные пропорции, они так немножечко меняют пропорции, давайте сейчас, значит, ну, когда акции падают, то зачем их покупать, поэтому давайте мы этот самый, долю в акции сократим, ну, короче говоря, вот это вот самый, самый, наверное, оптимальный вариант. Это что касается рублевых. Вот, открытие сбалансированной рантье – это примерно то же самое, что сбалансированные, но при этом там есть возможность получения, насколько я понимаю, доходов в течение срока, то есть там, ну, дивиденды выводятся за, ну, на счет. Вот, и есть открытие еврооблигаций, как вы понимаете, они сейчас, ну, пока недосягаемы. И вот у нее тоже было пока открытие, ну, валютные штуки пока недосягаемы, но это пока, потому что сейчас вроде пошла подвижки с евроклиром, и кажется, они будут разблокированы. Вот такая ситуация. Ну, что я могу сказать, констатировать, что, в общем-то, все не так плохо, ну, понятно, что минус 30 тысяч – это все-таки минус 30 тысяч, поэтому по сравнению там с банковским счетом, пока инвестиции проиграли, но, во-первых, я сказал, что мы вкладываем как минимум на три года, а это значит, что вот итоги надо смотреть и сравнивать с банковскими счетами за три года, а не сейчас. Инвестиции – это, конечно же, здорово, но они растут быстрее, чем банковские вклады, как правило, но они могут и выпасть, что сейчас в этом году и случилось, и вы понимаете, почему это случилось. Что нужно сделать для того, чтобы инвестировать? Дело в том, что сейчас как раз вот такая ситуация, что люди не знают, что делать, чтобы сохранить деньги, потому что есть высокая опасность того, что включится инфляция, и рубли начнут обесцениваться, во-первых, во-вторых, значит, ну, то есть в рублях держать непонятно, валюта, ее просто не купить, грубо говоря. Куда вкладывать? Зачем вкладывать? Как вкладывать? Ну, я вам советую, опять же, вот сюда вкладывать, именно, управляющая компания, и именно это я вам советую, и здесь, ну, доверить просто профессионалам, потому что самая главная опасность у инвесторов – это эмоции. И на эмоциях можно натворить такого, что жуть просто. Вот, ну, например, значит, ну, там год-два назад, вы знаете, что там бегали криптовалютчики и говорили, что все, только-только криптовалюта, все, фондовый рынок конец, значит, за криптовалютами будущее и так далее. Ну, и что у нас с криптовалютами? Давайте посмотрим, что у нас с этим нашим всеми любимым биткоином. Короче говоря, весь криптовалютный рынок порушился за последнее время. Биткоин падал едва ли не быстрее, чем фондовый рынок, и валюты, и прочее, прочее. В общем, биткоин падал не просто синхронно, а в бездну, во-первых. Во-вторых, значит, чем охарактеризовался прошедший год, крахом одной крупнейшей валютной, криптовалютной биржи, и там полная потеря всех средств, которые были в кошельках, которые зарегистрированы на этой криптовалютной бирже, потому что, ну, просто полный крах, и все, потому что рынок нерегулируемый. В чем кайф... В чем кайф всяких криптовалют? Это то, что нерегулируемый, можно не платить налоги и так далее, и так далее. Но есть неопределенные риски. Ваши деньги могут исчезнуть бесследно. Вот, что и произошло. Там FTX, по-моему, называлась эта криптобиржа. Крупнейшая там вторая, так сказать, из крупнейших. И сейчас речь идет о том, что крупнейшая, которая Binance, она тоже, в общем, сейчас испытывает серьезные трудности, и тоже есть вероятность того, что там все накроется. Вот, поэтому криптовалюты не вариант, доллары не вариант. Как купить юаня, значит, я вам расскажу, если вы хотите вложиться в юаня, но юаня-то тоже та еще страна, и здесь тоже все непредсказуемо, поэтому я вам вот очень советую, просто, к профессионалам. Как это сделать? Ну, вы увидите, наверное, ссылочку в этом видео, под этим видео. И вы сможете просто запросить у меня инструкцию о том, как открыть, ну, брокерский счет, как открыть счет в управляющей компании абсолютно бесплатно, прямо вот подробнейшее, подробнейшее. Там, так сказать, ну, занудство будет там. Нажмите на эту кнопочку, нажмите сюда, здесь видите вот это. Вот, и все, что нужно от вас, это не деньги отнюдь, а как раз, ну, просто, так сказать, рабочий e-mail, телефон, фамилия, имя, отчество, собственно говоря, больше ничего от вас не нужно. А на первом этапе и вкладывать ничего не надо, там надо просто принять решение, которое я вам как раз помогу принять. Поэтому перейдите, пожалуйста, по ссылочке, которую вы увидите вон там. Ну, или, может быть, вон там, я еще не знаю. Вот, а скорее там и там. И обратитесь ко мне, я все помогу. На сегодня все. Спасибо за внимание, лайк, подписка и до встречи. С вами был Тимитков Юрий. С вами был Тимитков Юрий.